Музыка Иногда нужно, чтобы жизнь очень сильно въебала об землю, чтобы почувствовать какие-то простые вещи. Всем привет! И сегодня с чувством глубокого удовлетворения я хочу представить вам великого пиарщика, чей функционал позволяет выстраивать доверительные отношения между брендом и его целевыми аудиториями. Он также по совместительству эзотерик, шарит во всех процессах, происходящих во Вселенной, благодаря которым стало возможным остановить творческий процесс безумного разрушения жизни на Земле. Встречайте! Игорь Левашов! Игорь, ты мой друг, как сто лет в обед. Нам общаться будет легче. Но для наших зрителей и слушателей расскажи немного о личном. Вопрос про бывшего. Почему ты десять лет не перестаешь о ней везде и всем говорить? Что там за интриги у вас? Привет, Макс и Лешихадсон. Я ускорил время, посмотрел варианты будущего, чтобы оценить все вероятные ответы на этот вопрос. И верным будет только один. Вся суть изложена в книге Ксении Ремарк, которая была у тебя в гостях «Сок грустной молодежи». Это сборник рассказов от различных соавторов. Твои зрители и подписчики могут через тебя выйти на Ксению и попросить у нее бесплатно в подарок эту книгу и прочесть ответ на этот вопрос. И не только на этот. Именно там. Ага. Такой вот маркетинговый ход. Да, было дело. Ксения заходила к нам в гости. Уже скоро должен состояться релиз. В общем, ссылочки для связи оставим под видео. Кого заинтересовало, стучитесь. Хорошо. Игорь, а что по хобби слышно? Помогает ли оно тебе снять напряжение? И как относятся к этому твои близкие? Ну, если говорить на честноту и начинать с конца, я всегда люблю начинать с конца, то близкие относятся к моему хобби не очень. У меня оно специфическое. Скажем так, я занимаюсь кое-какими эзотерическими практиками. Это мне помогает в бизнесе. И так же очень хорошо работает и для моих клиентов. Среди которых такие крупные бренды, как, например, Красная и Белая. Сеть магазинов ВИМ. Это, например, Авикиум. Крупнейший тренажер мозга. Это Вайбер. Ну, и некоторые другие. Я вообще провожу ритуалы на удачу. Очень узкому кругу людей. И очень редко. И практически никогда и нигде об этом не распространяюсь. Особо это не афиширую. А если я подаю куда-то резюме, то в графе дополнительно среди преимуществ я просто пишу креативный подход. У меня вообще на самом деле много хобби. Помимо магических увлечений. Ну, стоит сказать вообще, откуда пошли эти увлечения мании. Сейчас он будет сильно лично. Поэтому тем, кому не исполнилось 18, просьба закрыть уши на минуту. В 2011 году у меня умерла мать от рака. И вот он мне по наследству передался. С тех самых пор я обращался к различным бывшим силам, чтобы хоть как-то найти в этом успокоение. Ну, сложно судить, насколько это помогает. Но я стараюсь помогать так же другим, потому что верю в то, что это работает. Но мне кажется, частичка магии, она есть везде, даже в творчестве. А я очень творческий человек. Мне интересно абсолютно все. И, ну, по крайней мере, попробовать себя во всем. А там уже решать, в каком направлении двигаться. начнем с того, что я писатель. То есть, опять же таки, возвращаясь к книге сокрустной молодежи к Синерии Марк, от которой мы все никак не можем оторваться. А я там на соавтор. По-моему, я до этого две книги были опубликованы. Можно их также загуглить. Я также могу подарить, в принципе. Не обязательно их покупать где-то, хотя они есть везде. Это по отношениям. Как стать девушкой, обожаемыми мужчинами и искусству изящного обольщения. Вообще, писательство ко мне пришло еще, наверное, с первого класса. Как научился писать. Это мой самый любимый популярный ответ на вопрос, когда меня спрашивают, когда ты стал писать. Ну, вообще, после школы ко мне это пришло. Я любил писать сочинения и вот стал писателем. Ну, потом я просто переквалифицировался в копирайтинг. То есть, я перешел от художественной литературы в коммерческие тексты. Но это уже вопрос не про хобби. Хотя, любая моя деятельность это всегда хобби. То есть, все, чем я живу, чем я дышу, занимаюсь, работаю, думаю об этом, это все хобби. потому что мне очень нравится то, чем я занимаюсь, собственно говоря. То есть, вот, и часто я вот пишу триллеры, а там порой из магии не обходятся. Поэтому, как бы, эзотерика и писательство, оно идет рука об руку. помимо этого также мне нравится например, рисовать какие-нибудь картинки, ну, простецкие оформления, там, обложечка для ютуб-канала, обложечка для группы ВК, для Фейсбука, да, какие-то аватарки, логотипы, что-то такое, оформление к постам, комиксы. Немного мне нравится озвучивать какие-то короткометражки, самому срежиссировать что-то, да, также создавать мультики, какие-то треки, то есть, практически, у меня очень много хобби, то есть, практически в любом, в любой сфере ничего не коснись, то есть, там, эти медийные контенты, это аудио, видео, тексты, какая-то графика. То есть, все, чего-то не касалось, везде можно творить, если бы как-то проявлять, были бы, конечно, технические навыки и, собственно говоря, время, которое нужно располагать для всего этого. На что я больше всего трачу свое время и где я преуспел, в каком хобби, ну, это, конечно, писательство, безусловно. Меня не зря называют королем ужасов. А ведь я учился лучше. Мне нравится Кинг или Лапкрафт, потом Стоун и многие другие. Значит, конечно, это писательство. Везде, чем я не занимался, вел ли бы я блог, или или просто писал бы кому-нибудь какой-то рассказ на какой-нибудь, по какому-то поводу случаю, на какой-то праздник. Или, ну, не знаю, просто куда-то выложить на какой-то сторонний ресурс, да, чтобы почитали. Приятно людям сделать. Конечно, безусловно, это это письмо, это слова на бумаге, это формулировка, изложения мыслей именно вот в тексте. Это то, в чем я преуспел, это то, что мне нравится больше всего. И, конечно, вот, когда я метафорично описывал в одной из социальных сетей, это была вот эта страна, я описывал свою деятельность, то, чем я занимаюсь в статусе, ну, в описании о себе, о том, что я творю магию слов, одна женщина, такой забавный случай был, поверила, что все, что я пишу, случается на самом деле. Это как бы, если бы художник нарисовал картину, которая бы ожила, и вот женщина поверила, что я могу ее изменить судьбу, если что-то про нее напишу, и это все случится. И она даже была готова за это заплатить. Ну, я ей пояснил, что так и так я просто умею создавать шедевры. Мне нравятся короткие рассказы с неожиданными поворотами сюжета и непредсказуемой концовкой. Вот, но все-таки, я бы сказал, даже два направления. Вот, помимо писательства, все-таки я занимаюсь сутерикой, я сертифицированный ведьмак, и могу проводить ритуалы на удачу, и поэтому это совершенно бесплатно и дистанционно, то есть полностью удаленно, онлайн, без вашего участия. То есть, ко мне могут обратиться девушки, я работаю только с ними, потому что я векан, на веканство, это все-таки феминистическая религия больше, магическая, да, поэтому, вот, у меня есть ритуал, который называется духовная стрижка, я его усовершенствовал, и, собственно говоря, если девушка готова расстаться со своими волосами, она получит безграничную удачу взамен. И вот, это действительно реально работает. Это работает серьезно. Я когда проводил ритуал для одной из своих клиенток, побочный положительный эффект на меня тоже перекинулся, и вот резко меня начали заваливать сотнями предложений все мировые бренды, от Samsung до Positronica и производителей вьетнамских телефонов и китайских тоже, Realme и так далее и тому подобное. Ну, в общем, я вам говорю, магия работает. Так что, если вы хотите получить безграничную удачу благодаря моим эзотерическим ритуалам, либо просто почитать классный триллер, то это ко мне, безусловно. А сейчас приятная музыкальная пауза. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok в общем у тебя целый букет увлечений и твоя фенька это литературный труд так юные пикаперы и пикаперши могут обратиться к тебе за книгами если не зажмешь но про твою должность начальника над ведьмами в определенной местности мы обязательно сделаем отдельный выпуск возможно в скором времени благодаря твоим наработкам откроется возможность лечить болезни людей и животных и ты сможешь эти знания передать просто обязаны хорошо поехали дальше насколько я знаю ты последнее время работал сеошником что изменилось что ты стал пиарщиком какие плюсы и минусы этого профессионального перехода про исцеление людей и животных я не знаю может быть кто-нибудь из моих последователей ведьм сможет добиться такого эффекта когда пройдут мои курсы я кстати сейчас пишу эзотерический курс который я назвал колдовство 101 почему 101 потому что это похоже на номер вызова экстренной службы и в данном контексте колдовство применимо 101 означает что-то вроде бытовая магия на все случаи жизни базовые заклинания до какие-то вот не знаю пока еще где будет выложен этот курс ну двух местах и по живое знание если его там нет на этом портале то скорее всего в группе в контакте магические услуги две ведьмы значит по поводу профессии да действительно пиарщик пиар-специалист или пиар-менеджер в общем занимаюсь связями с общественностью работаю я в медиа индустрии естественно это всевозможные сми в основном также блоги и социальные сети youtube а значит смена сошника на пиарщика то есть вообще начнем с моих хобби опять-таки возвращаясь да я говорил что в школе я любил писать сочинения потому стал писателем и я начал говорить о том что а множественные литературу я решил применять на коммерческие тексты это приносило побольше денег все-таки это только вот фильмах можно надеяться на то что ты написал за один год книгу а потом несколько лет живешь на гонорара и спокойненько пишешь себе очередную книгу в россии немножечко по-другому у нас и менталитет другой плане читателей привыкли все-таки больше бесплатно скачивать литературу и лишь некоторых случаях в качестве благодарности да все-таки дать автору или покупать и книжку какой-нибудь там как коллекционными подарочные издания или бумажную копию книги а потому что все-таки иногда бумага спасает особенно когда нет интернета света и туалетной бумаги значит но не в этом суть в том что до после школы когда любят сочинения стал писателем и это так и осталось хобби а профессии стала в общем копирайтить и потом мне это надоело малость я решил что заведу блог для себя и буду копирайтить туда а так я и стал блогером потом я начал писать туда сэо тексты и вообще в целом изучать продвижение блогов стал сошником вот был прав человек когда как-то меня спросил ты еще до сих пор копирайтер игра на всегда им буду предмет я сколько знаю копирайтеров многие из них если они нормальные они ушли в сошники и он был прав что я то пошел еще дальше потому что вообще копирайтинг из сэо это скажем так пред состояния следующей ступеньки эволюции пиарщика потому что пиарщик объединяет в себе и хорошего копирайтера и сошника но минусов нету есть одни плюсы которые заключаются в том что значит ты помимо тупо топов да например получаешь еще и до кучи много всего ну во-первых начнем с того что это узнаваемость бренда то есть ты становишься сразу популярным для начинать узнавать про тебя говорят да потому что ты можешь быть опубликован там где угодно да хоть грубо говоря в форбсе да если уж на то пошло причем даже бесплатно потому что ну об этом мы еще немножко поговорим дальше сейчас хочу все таки сказать о том что помимо популярности ты получаешь еще и лояльность аудитории это очень важно мало быть популярным нужно еще иметь безупречную кристально чистую репутацию а если где-то тебе поднасрали например конкуренты заказали там черный пиар вот или попались неадекватные клиенты иначе не оставляли тебе какие-то странные отзывы то их легко можно ну если не потереть то а это редко когда удается кому-то потому что это практически невозможно в принципе то можно их сместить за пределы зоны видимости там сад топ 100 за зону генерирующую трафик и все в принципе ты делился но есть кое-какие другие приемы конечно но это все частности вот то есть популярность лояльность потом это конечно же топы и всевозможные везде да и во всяких рейтингах не только в поисковиках и и соответственно если самое важное это все-таки прямые конверсионные переходы которые конвертируются из трафика в продаж и это самое главное для любого бизнеса все-таки это конечный итог продаж и покупатели клиенты деньги заработок значит а и по поводу того какие есть фишки в пиаре то чего нет целом например да это это можно договариваться а бесплатном размещении по сути а на самом деле на самом деле а настоящее время в нашем 2к 20 году все очень сильно смешалось то есть у нас такое время интеграции идет во всем то есть сейчас на просе хотят все упрощать не нужно придумывать новые какие-то слабечки новомотные да там серм там еще что-то да такие вот смо смм да вот это все отпадает на самом деле отпадает сейчас любого практически специалиста в сфере маркетинга можно назвать пиаршиком сейчас все стараются упрощать сокращать объединять потому что по многому сел это тот же пиар старая в новой оболочке вот сам по сути да то есть вот например пиаре это называется допустим фактура то есть дать какое-то экспертное какое-то мнение да это еще называется и комментарий дать вот три тысячи знаков да это у них так статья это у них называется допустим там он грилит заметка ну в общем не суть суть в том что бесплатное освещение в сми если эксперты если ты дашь какой-то горячий материал там получишь замену освещения это аналог гостевого поста в сел вот единственное в пиаре идет больше смещение все-таки на живой трафик и показатель посещаемости прочтения переходом по ссылке нежели чем просто тупо сел которая классического понимания уже умерла отошло на второй план там где раньше действовали ну за основу брались какие-то пузомерки сайта вроде икса и все такого то есть сейчас это все модернизируется просто и я стараюсь просто идти в ногу со временем даже немножечко обережая его следя за различными тенденциями ну или приходя в какое-то надежное русло которое работает как часы и что-то привнеся что-то свое потому что все таки это как в магия комбинация чего-то да с целью создать что-то свое потому что нет чего-то правильного или неправильного и поэтому каждый носит частичку себя и в этом плане полезно конечно создавать такие подобные выпуски как твой чтобы другие люди послушали и чему-то научились новому вот как-то так такой вот ответить на твой вопрос немножко развернутый да но я надеюсь что донес суть да суть донес Игорь Левашов божественный пиарщик готовый к любым переменам и использует их по возможности наиболее эффективно выполняя роли системы раннего оповещения об опасности и помогает справиться с нежелательными тенденциями вот расскажи нам про забавные случаи из твоей карьеры ну ты загнул конечно тебе самому не смешно ты как будто бы постарался уложить все слова которые ты знаешь в одном предложении я попроще не все было как-то его долго думал вообще заранее сочинял да для людей я просто говорю что мы на самом деле с Максом записываем это интервью целый год частями и вот он целый год придумал эту правду шучу конечно а значит забавных случаев это очень много кажется я ничто не денешься в забавных случаев смотря как посмотреть конечно взглянуть на эту ситуацию можно по-разному а вот если мы допустим будем говорить о пресс-виде это сервис журналистских запросов то там полная комедия в общем то ситуация в чем регистрируюсь я там добавляю свои площадки где я могу естественно делать публикации и оставляю запрос на обозревание чего-либо то есть что я могу опубликовать обзор на любой практический товар или услугу ну конечно было много предложений в первый день около сотни ну потому что людям во первых нравилось как я пишу а во вторых где я это все опубликовываю потому что значит все указано все ссылки прикреплены на моей публикации на моей публикации как пример все все хотели опубликоваться в таких вот местах как там CNews вилл значит что еще наша газета и т.д. и т.п. ну и соответственно предлагали свои самые самые последние новинки там прототипы чего-то там или там или там ну только что сосано еще в России незавезенное ну и пац это значит выгоняют из пресс-фида и из виллэджа ну виллэдж это журнал о культурной жизни города москвы там где около 6 миллионов читателей в месяц еще одно из крупнейших как бы в моем списке виллэдж ну и д Haupt lady я потом поясняя что за дела и мне получится Россвит значит вы не являетесь и не имеете к нему никакого отношения на WrestleMania я вот чем тебе незабавность я прошел верификации прошел а верификация проходится они же мне ее и подтвердили а верификация проходит с таким образом что ты должен предоставить публикацию от своего авторства если они видят что ты можешь писать для площадки за счет все в порядке и этого показалось мало а то ли они увеличится просто сделали скорее всего а те настучали что якобы я не с ними а все почему потому что я в одной из статей написал слово наше наши читатели то есть для наших читателей компания the gust задает 20 процентную скидку на все товары до 1 сентября и вот слово наше их смутило а и подумали что я выдаю себя за штатного сотрудника этого издания раз говорю наши читателя но я так трудно думал что раз статья моя опубликована у них это наши общие читатели которые кстати мою статью читать короче так и получилось что вилочи со слова наши притрались к нему и подумав что я считаю сотрудник выбирали меня а пресс-фит подумали что я там кого-то обманываю и тоже меня выбирали и сейчас приходится договариваться с другими площадками уже заранее чтобы если кто что вдруг спросит про меня те помогли подтвердить и и сейчас под псевдонимом приходится на некоторых местах публиковать так что я считаю это собранный случай неправильный то есть например я повторно зарегистрировался допустим пресс-фиде уже по другим именем а потом за счет добавил другую совсем площадку такая же канитель произошла но у них потом дурацкий конечно отговорки что-то вроде то у вас слишком малая посещаемость сайта то значит мы больше ориентированы на на запрос на фактуру ну то есть на экспертный комментарий а не на обзор каких-то товаров и услуг хотя точно такое же предложение было днем ранее ничем не отличающийся до другого человека и чем мое было хуже непонятно но они в общем странная они никогда не указывают причину прямо сразу и и когда из них вытягиваешь вещами одни в конце выдают фразу что мы спрашивали в редакции издания и они сказали что про вас не знают и вот не я спрашиваю ли они на самом деле я и самоволенчеством занимаются то есть и что им надо еще чтобы человек просто подтвердил может у вас тоже станет куча внештатных авторов человек актер всех помнит что ли поименно он на статьи смотрит ему не интересно кто их там пишет такие хорошие пропускает а очень хорошие на главное размещает ну в общем такие вот очень много забавных случаях каждый день я бы мог рассказать такие вещи но это явно не скажем так не в этом месте не в это время вообще очень много положительных моментов конечно есть это просто вот под запахами что ты подразумевал вот именно какие-то такие курьезы да много неадекватных заказчиков например попадается которые не хотят закладывать бюджеты или там я не знаю все что угодно это сложно что-то одно выделить потому что вот для меня это все в порядке вещей для других это может касаться шоком вообще вся моя деятельность вот поэтому оставим это это долго можно рассказывать об этом один случай рассказала ладно хотя нет я вот вспомнил все таки а значит я говорил вот только что ну по меркам слушателей что я значит собираюсь публиковать свой эзотерический курс который назвал колдовство 101 все что вам нужно знать на живом стане ни в коем случае живое знание это ужасное место на самом деле дом солнца намного лучше в живом стане почему-то сказали что ваши статьи слишком специфические мы такой не публикуем поищите какое-нибудь местечко вроде личной страничке где-нибудь возможно так это вас интересует у нас нет цели рассказывать про колдовство ведьминства и или заклинания у нас совсем другие цели другие материалы я почитал их материалы посмотрел их цели о чем они говорят я понять не могу это расходится с тем что них на сайте написано там направление там да разные есть и люди пишут разное и это написано что главное это обмен знаниями опытом главное чтобы статьи нанесли пользу у меня самые полезные блин статьи чем не нравится но она неудивительно ну 2000 человек в сутки ну даже пускай 7 да ну 10 у них в сутки до посещаемость я пошел на том солнце где моя сссе гораздо лучше цели там 200 тысяч посещаемость в сутки вот разница какая чем меньше себя человек представляет тем больше он выебывается а я человек простой ну вот как-то так до забавных историй случаев у тебя хватает все не влезут и в 10 серий а шо контент оставим для других выпусков такой бонусный вопрос что тебя связывает с героями предыдущих выпусков ксю и лены что у тебя с ними общего и поддерживаешь ли ты с ними связь ну раз это последний вопрос разбонусный ну можно тут на целый час шучу ну что можно сказать по поводу ксю а там все просто значит я с автор в ее книжке я уже сказал сокрустной молодежи который на данный момент вот на 23 воскресенье августа еще пока не готова но я уверен что в августе она все-таки выйдет конечно мы поддерживаем связь и будем поддерживать наверное дальше тоже ведь книжку то надо как-то продвигать правильно ну а что касается лена ну тут однозначно тут пожизненная связь она хоть является моим клиентом но также и партнером и в первую очередь другом кто-то может сказать что у нас не особенное отношение на самом деле я проявляю такое особенное отношение индивидуально для каждого своего клиента который становится моим другом проявляется это по-разному и вот как я с ней связано то продвигая бизнес получается как практически можно сказать наш бизнес потому что мой успех зависит от ее успеха и моя задача пиарщика принести ей больше прибыли потому что все-таки конечная цель до любой рекламы это клиенты ну я хотел конечно как-то по-особенному закончить этот выпуск я не придумал как поэтому я снимаю себе эту ответственность и ты ставь это тебе чтобы ты красиво как-то завернул как ты умеешь вот в конце ну и все собственно говоря все ссылочки будут в описании буду рад с вами дружить общаться пишите мне не обязательно по поводу заказов вы можете просто например если вас интересует магия я вас обучу бесплатно у меня выложен курс на портале дом солнца и проведу бесплатно ритуал на безграничную дачу это самый мощный ритуал который я практиковал 10 лет ну а если вам нужно продвижение давайте обсудим у меня самые низкие цены на рынке потому что я застаю в закрытой медиатусовки дедлайн-медиа и имею выход на всех ключевых лиц от продюсеров до журналистов и соответственно могу договариваться на разные условия на этом все спасибо тебе за то что взял интервью и всем удачи да и тебе спасибо игорь но не спеши уходить еще сердце не съежилось три желания для золотой рыбки но тут все просто первое пожелание абсолютно ко всем это здоровьем потому что оно самое важное и без него ничего не будет а если будет здоровья то все остальное приляжется второе пожелание это крепкие отношения и неважно с кем и где потому что основа всего цивилизованного общества это взаимоотношения но в том числе и любовь потому что бог слабил все живое потому что любил вряд ли он это сделал если бы ему это не нравилось третьих это удачу потому что успех удача фортуна это такие вещи которые будут отделяют нас от желаемого какого-то доли миллисекунды или там какого-нибудь микро миллиметра то есть да если вот спросить чемпиона какого-нибудь побегу что для него одна секунда или гонщика формула-1 да то это много решает ну я думаю все понимали чем я говорю ну и конечно общее такое чем подведение итога это окружайте себя правильными людьми потому что вы это совокупность пяти самых близких людей с которыми вы чаще всего контактируете и продолжайте смотреть выпуски журналайз и давайте с вами дружить конечно ребята еще жизнь не захлопнула дверь а я вот что хотел сказать три часа ночи для некоторых людей не слишком поздно но эти люди не относятся к разряду спокойных те кто занимает телефонные линии в предрассветные часы принадлежат к особой породе когда телефон звонит три часа ночи не рассчитывай что твой собеседник окажется человеком размеренного образа жизни и правильно выбранной профессии а с вами были игорь левашов и хатсон в рубрике журнал айс